О старом Ташкенте. Он пишет дворики, окна, фасады, домов. Пишет и новый Ташкент, который наступает на старый. Это удивительно лиричная картина. И сегодня вот проходит, вы видите, здесь небольшая выставка его оригинальных работ. Сейчас его работы найти очень сложно даже в его мастерской. Их раскупают, носят, увозят. Вот эти вот кусочки нашего старого Ташкента. Да, они неказистые. Да, эти участки, какие-то кусочки, уголки Ташкента, они не привлекают ни алюкабондом, ни блеском зеркальных стекол. Они привлекают той душой, которая была у этого города. И которую хочется хоть как-то сохранить. Поэтому наша группа «Ташкентское время», пожалуйста, входите. Будьте друзьями, участниками этой группы. И, пожалуйста, комментируйте все, что там есть. А группа закрытая? Я открылся. То есть, в Буке описано закрытая группа? Группа... Давайте мы потом с вами отдельно поговорим. Группа открытая. Дело в том, что где-то неделю я ее готовила к открытию. Она была вообще секретная. Потом она, наверное, перешла в закрытую. И в тот же вечер она стала открытой. И можно в ней публиковать то, что вы хотите. Писать комментарии. Другие же входят. Значит, она открытая. Только нужно в нее, может быть, вступить. Поэтому я не знаю. Итак, пожалуйста, вот сейчас мы посмотрим не только те картины. Здесь четыре работы оригинальные Евгения Панова. Потом подойдите, посмотрите, подышите этим воздухом. Но сейчас мы посмотрим ролик, в котором прозвучит песня нашего всеми любимого ташкентца Джасура Исхакова. Песня «Кашгарка». И под эту песню мы посмотрим работы Евгения Панова. Джасур, пожалуйста, представьте. Все такие скромные. Для меня это тоже большой сюрприз. Сейчас вы не сказали, что... Да, мы специально это как сюрприз сделали. Песня «Кашгарка». Песня «Кашгарка». Но росточь на щедрый в старой мой ташке. А в Кашгарке, в Кашгарке, в Кашгарке. Ты такие, ты лунки, воры. Мы гуляем с тобой, а в Кашгарке. Продолжение следует...